Ну и мы с вами начнем с знакомства именно с водорослей. Я думаю, вы все люди уже такие серьезные, все в принципе знаете. Можете сказать, что такое водоросли. Ну вот так вот, легонечко. Отлично, это не систематическая группа, прекрасно. А что их объединяет? Давайте, 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 давайте. Что? Отлично, водно-образительный. Действительно, водоросли, большинство этих организмов живет в воде. Но при этом мы с вами знаем, что вот это вот не совсем водоросли. Это высшие растения, это не наш предмет изучения. А вот это тоже морская трава застера, тоже не является водорослей. Это типичное высшее растение. Так что же отличает водоросли от неводорослей? Еще дайте мне показать. Нетканевое строение. Действительно, довольно-таки часто у водорослей отсутствует тканевое строение. То есть, если мы режем талон, а гетативное тело водорослей называется талон, если мы его разрежем, то мы не увидим слоев. У всех, за исключением водорослей, с тканевым типом дифференциации талона. Такое тоже бывает. Еще давайте. Понимали? Я тоже. А, то же самое. Давайте, кто еще? Какие еще признаки есть? Нет, это питательные органы. Ну, собственно, мы к этому делу и приводим. На самом деле, у некоторых представителей есть тканевый типом дифференциации талона. Если в школе просто об этом помолчивать, чтобы было больше однозначности. Оксигенный фотосинтез, отлично. Действительно, значительная часть водорослей, вернее, большинство водорослей, но не все, способны к оксигенному фотосинтезу. Однако интересно, что порядка 80% фотоавтотрофов, они вообще это миксотрофы. Ну, что, проплывает какая-то вкусняшка, что бы ее не съесть, подумаешь? А очень многие водоросли, например, 50% фгленовых водорослей вообще гетеротрофы. Ну, как бы, у них вообще нет фатарокластов. Ну и что? Да, все равно это будет водорослей. Еще. У некоторых фотосинтезу, но у некоторых, даже не приобретены. Еще. Оксигенный фотосинтез с выделением кислорода. Типичный вот этот фотосинтез, потому что у нас есть еще аноксигены, которые встречаются в разнообразных бактериях, но это не предмет нашего рассмотрения. Еще давайте, какие признаки? У некоторых сложных, у некоторых простой. Хорошо, давайте тогда так. Мы приходим с вами к вот такому определению. Мы забыли только сказать, что у большинства водорослей отсутствуют многоклеточные органы размножения. Итак, мы видим, что водоросли, это по большей части водные организмы. Не все водоросли водные организмы будут на земле, обещаю. А по большей части фотоавтотрофы. Есть гетеротрофы, есть миксотрофы. Вегетативное тело, у которых лишено проводящих системы, представлено таломом. Не у всех. И у которых отсутствуют многоклеточные органы размножения. У всех, за исключением харвых водорослей, эта группа наиболее близка к высшим растениям, но с высшими растениями их связывают только одноклеточные предки. Как вам такое определение водорослей? Видите, оно очень расплывчатое. Фактически, только не рассказывайте это коллегам-альгологам, а то они обижаются. Я на самом деле не альголог, не миколог, я другой специальности занимаюсь. У меня своеобразная группа организмов, которую вы узнаете потом. Поэтому я могу так высоко смотреть на коллег и говорить, что водоросли это те объекты, которыми занимаются альгологи. То есть они просто договорились, что вот это водоросли. И стали здесь заниматься. А альгологи это люди, которые занимаются водорослами. Вот такая вот ситуация. Но все-таки, мне кажется, вот это определение, которое я привел здесь, оно более соответствует действительности. Водоросли бывают очень разнообразные. Бывают так называемые пикопланфетон, диаметр клеток которых меньше одного микрона. Микрон это одна тысячная миллиметра. То есть вот можете представить, у вас в тетрадочке я вижу многих клеток, ячейка это 5 миллиметров. То есть вот 5 тысяч клеток поместились бы в эту ячейку. А при этом есть водоросли гигантские. Допустим, есть такая водоросля макроцистис, размер талома которой может достигать 50. метров в высоту. А есть какой-нибудь там саргассум, который тысячами лет может размножаться вегетативным путем и образует плавучие острова на площади в несколько сотен квадратных километров. Когда заплывают целые корабли, особенно это была проблема во времена парусного мореходства, попадал корабль, просто там застревал. Вот в одном вегетативном теле, то есть в одном организме. То есть водоросли это очень-очень-очень разнообразный организм. При этом водоросли совершенно верно не систематическая группа, и они относятся к совершенно разным филогенетическим линиям живого. Я думаю, вы большинство представляете, что вот эта система, которую вам часто в школе рассказывали, что всё живое на Земле делится на растения, грибы, животные и бактерии. Вот если просто растения, грибы и животные, это система Эйзенберга 1854 года, а если туда ещё добавлялись бактерии и группа протиста, то это система Вайтекер 1954 года. То есть, в общем, тоже немножко подустаревшая версия. А сейчас ясно, что дерево жизни гораздо более разнообразное, более сложное. Вадим Валерьевич вам про него чуть-чуть рассказывал на первом занятии? Нет, у вас пока была история. А, у вас пока была история, да? Ну, прекрасно. В любом случае, Вадим Валерьевич немножко про это расскажет. И я, когда мы пройдём все водоросли, мы так вот завершим вот это знакомство с эргологическими объектами просто распихиванием наших водорослей по разным кладам живого. Да, и попытаемся понять, по каким принципам разделяется, разделено всё живое на Земле по отдельным группам. И поместим наши водоросли в эти клады. То есть, пока мы с вами говорим, что просто водоросли – это гигантская сборная солянка. И самой крупной токсономической единицей для нас будет отдел водорослей. Вот отделы водорослей, они более-менее оказываются гомогенные и ограниченные. И вот для того, чтобы охарактеризовать отделы водорослей, мы с вами будем вводить определенный набор признаков, которые нам позволят эти отделы охарактеризовать. И вот этот набор признаков будет состоять из десяти пунктов. Давайте попытаемся последовательно разобрать эти все десять пунктов, ну и с ним познакомиться. Итак, первый пункт – это экология. Вернее, я бы сказал так, нулевой пункт – это экология. Прежде чем знакомиться с водорослью, надо знать, где ее найти. Правильно? Какая экология? Водоросли, в принципе, живут у нас в пресных водоемах, они живут в морях, и кроме того, они могут жить в соленых озерах или даже в соленых реках. Не рассказывайте Вадиму Валерьевичу, что я вводил такую грубую характеристику, потому что Вадим Валерьевич – он битробиолог, и он бы меня тут очень жестко начал поправлять, что на самом деле водоемы делятся, там, настоящие, проточные и так далее. Но, в принципе, более-менее для водорослей, вот если мы грубо так будем разделять на уровни отделов, важно, что это морская вода, это пресная вода, либо это соленая вода, потому что химия соленых водоемов, она очень разнообразна. Ну, либо это какие-нибудь водоросли экстремальных мест обитания, либо наземные, либо еще что-то. Второй пункт – это типы дифференциации талома. Этих типов дифференциации талома на самом деле десять. И делятся они на одноклеточные и многоклеточные. Если мы будем рассматривать одноклеточные типы дифференциации талома, то исходным считается монадный тип дифференциации талома. В случае с монадным типом дифференциации талома – это клетка, у которой есть жгутики. При этом этих жгутиков может быть один, два или много, А кроме того, с этими жгутиками ассоциированы атрибуты монадного типа дифференциации талома. Такие, как стигма и сократительная ВКО. Стигма и сократительная ВКО. Стигма – это такая вот красная область цитоплазмы, такая ярко окрашенная. Вот здесь на картинке на самом деле стигма тоже более-менее видна. Вот здесь, видите, красная точка. Это такая как бы линзочка, это липиды, в которых растворены пигменты, как линза действует. И она концентрирует свет на базальных телах жгутиков. И водоросли понимают, куда ей плыть, где светло, где темно. Довольно часто в школьных учебниках еще приводили термин «глазок». Глазок или стигма. На самом деле никакой не глаз, там нет конкретно фоторецепторов. Она только, ну все равно что сказать, что вот у нас хрусталик, да, это фоторецептор. Не так, да, он концентрирует пучок света. Вот, то есть это немножко другое. Ну и, кроме того, сократительная ВКО позволяет регулировать астматическое давление в пределах клеток. Так, чтобы ее не взорвало в пресных подойдет. У нас есть жгутики и есть атрибуты монадного типа дифференциации талома. Следующий тип дифференциации талома – это пальмилеидный. В случае с пальмилеидным типом дифференциации талома жгутиков нет, но есть атрибуты монадного типа дифференциации талома. Такие, как сократительный ВКО или стигма. Пальмилеидный. Жгутиков нет, есть атрибуты монадного типа. Какие-то сочи вообще такое талома? Талома – это вегетативное тело. Вегетативное тело – это то, которое питается. Да, прошу прощения, если… Да, ребят, если я какой-то термин ввожу, и вы его не знали, пожалуйста, остановите меня и переспросите. Ладно, это правильно. Спасибо вам огромное. Так, с пальмилеидным понятно, да? Следующий тип дифференциации талома – это кокоидный. Это когда у клетки нет жгутиков, нет атрибутов монадного типа дифференциации талома, и она покрыта жесткой клеточной стенкой. Нет жгутиков, нет атрибутов монадного типа дифференциации талома, и клетка покрыта жесткой клеточной стенкой. Ну, кажется, ой, какая гадость. То есть это маленькие зелененькие шарики. Ну да, есть такая форма – маленькие зелененькие шарики. страх, полнейший для львов. Если видишь маленькие зелененькие шарики, просто беги. Еще хуже, маленькие зелененькие ниточки. Никогда не скажешь, что это вообще такое. Но на самом деле эти маленькие зелененькие шарики бывают очень разнообразными. Например, в орфологии вот этой клеточной стенки, она может быть настолько различной, что вот диатомовые водоросли — это группа, которая насчитывает несколько десятков тысяч видов уже описанных, я думаю, несколько сот тысяч видов не описанных. Представьте себе, что все диатомовые водоросли — это исключительно кокоидные представители. То есть это не всегда шарик. Понятно, да? Но при этом нет атрибутов монадного типа дифференциации эталома и есть твердая клеточная стенка. А следующий тип дифференциации эталома — это амибоидная. Это когда у клетки уже нет жгутиков, нет атрибутов монадного типа дифференциации эталома. Еще к тому же нет жесткой клеточной стенки. И перемещается такая клеточка при помощи псевдоподия. Ну вот, я думаю, вы прекрасно знаете амебу из школьных учебников. Так вот, если бы у амебы были бы хлоропласты, то она бы как раз относилась к амебойному типу дифференциации эталома. Вот, к примеру, есть такой организм под названием хризомёба, которая прекрасно соответствует этому критерию. Ее есть почти что хлоропласт. На самом деле мы потом поймем, что это не совсем хлоропласт. Ну, почти что хлоропласт. Перемещается она при помощи амибоидного движения. Вот такая типичная амеба. А есть хлорахниофитовые водоросли, которые мы тоже с вами будем рассматривать. У них тоже есть амибоидный тип дифференциации эталома. Но вообще, на самом деле, это большая редкость. То есть это наиболее редкий тип дифференциации эталома. У полимилеоидной нет жгутиков, есть атрибуты монарного типа дифференциации эталома. Так, ребят, я не слишком быстро успеваете. Сократительный выход, стигма. Нет, нет, просто сократительный выход может отсутствовать. То есть, да, либо стигма, либо сократительный выход. Да, но если он в море, то ему просто немножко. А это вторичный трат? Да, обычно вторичный трат. Более того, есть представители, которые могут среди водорослижить и пресной, и морской воде, и соленой, и при разной солености. И тогда, собственно, они могут вот так и иначе приобретать и вторичный трат походу. А почему тогда запретительный выход, водоросли, водоросли? Потому что они не всегда... Ну то есть это хороший признак, просто чисто морфологически. На самом деле, вот это вот деление, оно не абсолютное. То есть, в некоторых случаях... Ну, во-первых, водоросли, может быть, на одной из стадий жизненного цикла иметь один тип дифференциации эталома, на другой стадии жизненного цикла другой. При переходе с одной из стадий жизненного цикла на другой он постепенно видоизменяется, да? Но это какой-то набор признаков, которые вам позволяют условно вот эти признаки, вот эти вот вещи разграничить. Понятно, да? Да, у вас же много математиков, да? Среди вас, да? Правда, я понимаю? Так вот, ребят, поверьте, биологии более чем все условно, да? То есть вот нету так, что а равно а, а б равно б. Тут всегда вот есть такой момент, когда вот надо чуть-чуть давайте докрутим и нормально. Так, дальше идут многоклеточный тип дифференциации эталома. Представим себе, что у нас есть кокоидная клеточка, и она начинает делиться в одной плоскости. Тогда у нас получается нить. И получается ничтый или трихальный тип дифференциации эталома. В случае ничтого или трихального типа дифференциации эталома клеточки обычно более-менее одинаковы. Там может отличаться, скажем, базальная клеточка. У цианобактерий есть различия в разных вариантах клеток. Но более-менее ниточки одинаковы. Эти нити могут ветвиться, могут не ветвиться. Все, в общем, более-менее по-разному. Ничтый или трихальный тип дифференциации эталома. Маленькие зеленые ниточки. А в некоторых случаях бывает разный нитчатый тип дифференциации эталома. Когда у вас есть горизонтальная система нити, которая, к примеру, крепится к субстрату. И вертикальная система нити, которая приподнимается к субстратам. Соответственно, у вертикальной системы нитей ассимиляционная функция. У горизонтальной системы нитей прикрепительная функция. Ну и, соответственно, клеточки у нас получаются разные. Это гетеротрихальный или разный нитчатый тип дифференциации эталома. Гетеротрихальный или разный нитчатый тип. Вертикальная функция. Это, ну, смотрите, она отодрана от субстрата. То есть вот эти вот лежали вы на земле, условно говоря, вот, а эти вы занимались от субстрата. А то его просто не сфотографируют в препарате. Дальше. Представим себе, что вот этот шарик начал делиться не в одной плоскости, а во всех плоскостях сразу. Если у нас шарик начинает делиться во всех плоскостях сразу, что у нас получается? Большой шарик, да, из множества других шариков. Но для возраста это полнейшая катастрофа. Потому что если вот у тебя жизненная форма шара, и внутри у тебя куча клеток, то тем, которым в середине будет не хватать, у них будет затруднен газообмен, у них будет не хватать света для фотосинтеза, поэтому с этим шариком нужно делать что? Сделать его плоскостями. Соответственно, мы имеем дело с ложнопканевым или псевдопранхематозным типом дифференциации эталома. Обычно это какие-то там пластиночки, похожи на какие-нибудь листики, но при этом если мы режем, то мы видим, что клетки все совершенно одинаковые. В качестве примера можно привести порфиру. Ну, вы когда-нибудь море ели, суши, закаты такие вот. Вот это как раз она. Вы ели водоросли, представленную ложным тканевым типом дифференциации эталома. Дальше идем тканевый тип дифференциации эталома или паранхематоза. Вот уже здесь есть деление на отдельные слои. Смотрите, ламинария сахарина или морская капуста. Тоже наверняка ели, да? Посмотрите, у нее есть коровый слой, да? У нее есть паранхема, у нее есть сердцевинный слой, у нее есть нижний коровый слой. Здесь в этом сердцевинном слое есть проводящая система в виде слизистых ходов. То есть представьте, насколько сложно устроен этот талон. Причем эволюционно этот организм совершенно не похож ни на какие высшие растения. Вот даже близко рядом не лежал. Поэтому все вот эти приобретения в виде слизистых ходов, аналогов флоема и ксилемы, это просто пример конвергентной эволюции, параллельной эволюции. Это никакое не сходство с эволюционным. Но, действительно, у водорослей с тканевым типом дифференциации талона есть реальный тканик. Поехали дальше. В некоторых случаях ядро в пределах клетки делится, но перегородки не формируются, либо вторично утрачиваются. Поэтому это относится к многотверточным типам дифференциации талона. В результате мы получаем большую клетку, иногда в несколько сантиметров высотой, в несколько десятков сантиметров высотой даже, в которой множество ядер, но перегородок нет. Это будет сифональный тип дифференциации талона. Сифональный тип дифференциации талона. Множество ядер в пределах одной большой клетки. Далее, иногда процесс цитокинеза и кариокинеза, то есть деление клеток и деление ядер, бывает несинхронизованным. И тогда у нас получается сифонокладальный тип дифференциации талона. Это когда у нас в каждой клеточке оказывается по много ядер. Сифонокладальный тип дифференциации талона. Сифонокладальный тип дифференциации талона, когда процесс цитокинеза и кариокинеза не синхронизованы во время. То есть получается, что ядра делятся независимо от деления клеток. И получается, что в каждой клетке оказывается полно ядер. Так вот, вы смотрите, вроде все нормально, а если вы покрасите каким-то ядерным украсителем, то окажется, что внутри клетки 20-30-40 лет. Можете повторить, почему сифонально относится к негаклеточным? Потому что иногда перегородки вторично утрачиваются. Он условно относится к негаклеточным. А почему как разные ничтые? Разные ничтые, когда есть горизонтальная система нитей, прикрепляющаяся к субстрату, и вертикальная система нитей, которая обладает осимитационной функцией. Сифонально — это одна клетка. Весь талон — просто одна большая клетка. В сифонно-кладальном есть перегородки, но при этом в каждой клетке много нет. Извините, а на сколько крупный вам сифонально? Несколько десятков сантиметров точно. А вот эта красавица ацетобулярия, мы с вами будем смотреть на нашем практикуле, она вот такой высоты. Это одна клетка, она возвестленная, вот одна большая вот такая вот клеточка. Причем интересно, что у нее есть стадия, когда много ядер, а есть стадия, когда вот эта штуковида с одним ядром. Как функционирует поддержку? Токид сатоплазмы, внутри клетки, у элкариотических механизмов токид сатоплазмы довольно неплохо. И ядра все функционируют довольно-таки синхронизованы, потому что они одинаковые. А, да, есть такой суть. Она как раз довольно продолжительная, просто она не очень быстрая. То есть у нее метаболизм довольно здорово замедлен, но самый прикол в том, что можно просто взять вот эту клетку с одним ведром, ножницами прижить верхушку и потом прижить. Да, приживить другую. Это реально можно сделать. А у нее клетка еще с карбонатом кальция, очень классный возраст. Я потом вам про нее расскажу, чтобы просто маленькую затравочку дам. Вот видите-ка такой венчик у нее наверху, чтобы вы понимали, насколько страшные ботаники люди. Вот эта структура называется венчик сорсов пуперкулятных цистогометанхи. Скоро узнаете, что это такое. Да? А чем, скажем, различные мотер-клетки крицации клеток, причем заработать полу-метрах? Между клетками есть перегородки, есть связи. Они могут существовать транспорт веществ. Я спросил. Да? А психональные моты считаются симпластными? Ну, нет, наверное, все-таки. Да, сенсити, да, наверное. Ну, такой это уже вопрос скорее терминологный. Мне кажется, лучше не рисковать. Так, ну что, поехали дальше? Поехали дальше. Поехали дальше. Чтобы нам охарактеризовать водоросли, нам надо знать строение хлоропласта и его происхождение. На самом деле, как мы уже сказали, подавляющее большинство водорослей могут понимать процесса фотосинца питаться гетеротрофом. Вообще, это логично. И приобретение хлоропласта вещь совершенно необязательна. Есть полно, к примеру, даже высших растений, об этом мы даже будем говорить в курсе микрологии, которые вообще избавились от хлоропласта, и ведут гетеротрофный образ жизни. Есть паразитические, высшие растения, бесклорофильные. И таких десятки и даже сотни видов. Вот, то есть, хлоропласт и вот переход к аптетрофному образу существования это вещь такая необязательная. Более того, есть интересные органи... Ну, сейчас я приведу некоторые примеры. А вообще, в принципе, когда мы говорим о хлоропласте в школьном понимании, у нас хлоропласт это органелла, содержащая две мембраны. Внутри хлоропласта присутствует кольцевая молекула ДНК. Ну, и есть вот такие вот стопочки из телокоидов, которые образуют гранты. Телокоиды это вот такие вот мембранные кузыречки, на поверхности которых расположены ферменты, отвечающие за процесс фотосинтеза. Эти телокоиды собраны... Если это мы говорим про отдельные стопочки, то такая стопочка называется ламелла. А если между ними есть вот такие вот сложные переходы... Видите, она такая... Видите, стопочки, они все со сложными переходами. То такая структура будет называться уже грант. Понятно, да? Точно понятно? Хорошо. Но, на самом деле, я думаю, вы прекрасно знаете, откуда, в принципе, хлоропласты взялись. Это было вот школьное понимание хлоропласта. Хлоропласты когда-то были древней прокариотической клеточкой. Вообще, первые изобрели процесс фотосинтеза цианобактерий. Это произошло где-то два с половиной миллиарда лет назад. Вот с этого момента начали все фотосинтезировать и засорять нашу атмосферу страшным ядом, который окисляет все сущее кислородом. После этого произошла кислородная революция. Большинство там все погибли от этого. Но кто выжил, тот продолжил активно жить и развиваться. А эукариотические организмы, они приобрели хлоропласт в результате эндосимбиоза. То есть они взяли эту цианобактерию, включили ее внутрь своей клетки и превратили в своего эндосимбионта. При этом это процесс не вот такой единомоментный. То есть часто говорят, вот там эукариотическая клетка заглотила прокариоту. Можно подумать, что это сразу произошло. Ничего подобного. Для того, чтобы эндосимбионт стал пластидой, нужно соблюдение трех условий. Во-первых, это перенос генов эндосимбионта в ядро хозяина. То есть генетическая информация вот этого эндосимбионта сокращается. Во-вторых, это утрата возможностей жизни без своего хозяина для симбионта. Тоже довольно логично. Хлоропласт, если мы выделим из клетки, они некоторое время поживут, но потом потом. Ну и третье, это возможность для хозяина регулировать процесс деления хлоропласта. И вот предполагается, что наиболее примитивные хлоропласты достались, вернее, сохранились в настоящий момент у так называемых глаукофитовых водорослей. Эти водоросли, у них хлоропласт очень интересно устроен. У них в хлоропласте две мембраны, но при этом между мембранами сохранился мурииновый слой. Это единственный пример эукариотических организмов, у которых в клетке есть муриин, но при этом не в оболочке клетки, а именно в клетке. Когда-то такой был вопрос на серости по биологии, и там по 80% школьников на этой неделе погорел. Действительно, в клетке эукариотических организмов может быть муриин, в хлоропластах глаукофитовых водорослей. Но у большинства водорослей все-таки вот эта мурииновая оболочка, она так или иначе разрушилась и сформировалась две основные эволюционные линии. От глаукофитовых водорослей пошла линия красных водорослей и пошла линия зеленых водорослей. К красной линии, так называемой, относится отдел родоропита, который известен как красные водоросли. К зеленой линии относится отдел хлоропита, отдел хоропита и очень небольшая эволюционно очень компактная маленькая-маленькая-маленькая группа организмов, которая достигла больших высот, развелась в высшее растение. Высшее растение это маленькая-маленькая-маленькая веточка в пределах вот этого всего многообразия альгологических объектов. Значит, вот это все организмы, которые приобрели хлоропласт в результате первичного эндосимбиоза. Значит, наиболее примитивные глаукофитовые, дальше две группы красные и зеленые линии. Значит, у этих ребят хлоропласты двумембранные, но биология страшное дело. Здесь все время кто-то кого-то поедает и где-то кто-то размножается. Про размножение мы не говорили, а вот про поедание легко. А в какой-то момент вот эту клеточку, которая содержала двумембранный хлоропласт, взяли и скушали. Сколько мембран должно появиться в хлоропласте? Четыре, совершенно верно. Две мембраны, собственно, старого хлоропласта, мембрана клетки, которая была вот этим эндосимбионом, и дальше пищеварительным кольм. Вот либо четыре мембраны, либо вот эта мембрана пищеварительного кольма иногда разрушается. И вот есть две группы водорослей, которые заглотили зеленую какую-то водорослю и превратили их в собственный хлоропласт. Есть так называемые хлоророхниофитовые водоросли. У них хлоропласт с четырьмя мембранами, а между второй и третьей мембраной этого хлоропласта у них находится ядро этого бывшего эндосимбиона, который прекрасно живет и функционирует, только он очень сильно редуцирован. Такое ядро называется нуклеоморфа. То есть, представьте, реально хлоропласт, внутри которого между мембранами находится ядро. Ну, как бы, бывает. А некоторые вот эту четвертую мембрану утрачивают, утрачивают это ядро, потому что оно, по большому счету, не особо-то и нужно, хотя вот у хлоророхниофитовых оно важную функцию выполняет регуляции работы хлоропласта. И вот, к примеру, эвгленовые водоросли имеют трехмембранный хлоропласт, образованный в результате вторичного эндосимбиоза. Это зеленая линия развития хлоропласта. Да, вот так вот выглядит хлоропласт, хлоророхниофитовых водорослей. Посмотрите, две мембраны у нас, это две мембраны старого хлоропласта, дальше ядро, еще одна мембрана, это, собственно, мембрана была, зеленые водоросли, и мембрана пищеварительного водорода. То есть, всего четыре мембраны. У, еще раз, у эвгленовых водорослей трехмембранный хлоропласт, вот эта внешняя мембрана, она не формируется. А красная линия. В красной линии все было еще интереснее. Красные водоросли ели все, кому не лень, и ели они постоянно. В результате есть отделы ахрофитовые водоросли, с которыми вы прекрасно знакомы. Здесь диатомовые бурые водоросли, та же самая ламинария, желто-зеленые, золотистые водоросли. Вот это все организмы, которые приобрели в результате вторичного эндосимбиоза хлоропласта с красной водорослей. Есть гаптофитовые, криптофитовые, динофитовые, некоторые динофитовые водоросли, не все динофитовые водоросли. Они приобрели хлоропласт в результате эндосимбиоза с красными водорослями. И у криптофитовых водорослей тоже хлоропласты куклеоморфы. По тому же принципу. У остальных без. Крипто. вот то есть вот это вот красная линия но все пошло дальше динафитовые водоросли это вообще ребята очень прикольно они хлоропласт свой получали пятью разными способами у динафитовых водорослей 5 разных способов образования хлоропласта то есть они поедали хлоропласты потом вторичные их утрачивали поэтому опять поедали некоторые вообще занимается занимается клептопластией сейчас расскажу что это такой просто кладу хлоропласта других организмов их используем а так вот динафитовые водоросли они часто занимаются третичным эндосимбиозом то есть они поедают тех у кого хлоропласта образовались эти вторичные на симбиоз то что видите хлоропласта штуковина такая нестабильная а его можно приобрести его можно довольно таки легко и утратить ничего такого нет вот так что вот вот смотрите будет на китовых водорослей происходит замена хлоропластов красных хлоропластов на зеленый то есть не сначала был хлоропласт из красной линии потом они их выкинули но остались гены которые смогут синтезировать пигменты характерные для хлоропластов красных водорослей потом они туда засунули хлоропласта от зеленых водорослей и добавили пигмент от красных и получилось что им хорошо вот такие организмы когда будем смотреть динафитовые водоросли все это будем разбирать и не бойтесь сейчас если вам эта схема пока сложный страшный то все нормально вот так она выглядит целиком вот посмотрите видите вот у нас есть какой-то древний предок так и знаете я ничего не хватает вниз каски не хватает у меня в кутете есть такой бильярдный кит полутора метров в них легко могу достать а здесь плохо чем придумаем следующий раз так вот ладно значит смотрите а есть у нас какая-то вот клеточка прокариотического то и и смели вот в мембранный хлоропластов гламко фитовых водорослей отсюда от предка гламко фитовых водорослей пошло две линии красное и зеленое зеленые водоросли превратим себя гленовые хлорах неофитовые а красные водоросли превратились криптофитовые гаптофитовые ахрофитовые динафитовые некоторые водоросли и некоторые другие организмы тоже приобрели хлоропасты а дальше вот это все внизу это третичный эндосимбез динафитовых водорослей то есть видите все очень 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 запутанно все это будем вас распутывать постепенно пока вы не смотрите а а после третичная насильеза разное число по идее должно быть 6 но 6 мембран это плохо да понятно почему 6 потому что 4 потом мембрана хозяина мембрана эндосимбеза еще и пищеварительной рукой до 6 мембрана транспорт веществ это через транспортные белки это каждый раз тратится т этот хлороплассе в убыток будет работать поэтому часть мембрана редуцируется и вот у этих товарищей единофитовых водорослей число мембран хлоропласти может быть от 5 до 1 вот то есть в зависимости от того как они будут работать добывает одна мембрана хлоропласта большая но смотрите я вам рассказал только одну историю формирования хлоропласты которая произошла где-то там полтора миллиарда лет назад на самом деле есть еще один случай когда были приобретены хлоропласт еще одно случай приобретения хлоропластов эта группа это род паулинелла это такая раковина и амеба ведь амебка сидящий в раковине которая независимо приобрела хлоропласт всего лишь каких-то там жалких 100 миллионов лет назад этой паулинеллы буквально несколько видов но хлоропласты там приобретены совершенно от других цены бактерий и это вот такая совершенно независимая линия фотосинтетика то есть видите приобретение хлоропластов штука не уникальна в принципе можно всегда повторить а у некоторые некоторые куда мурин это значит пульсахарид который входит в состав клеточной стенки бактерий в том числе цианобактерий у него довольно таки сложный состав это из аминсахаров и он именно характер для бактерий то есть в принципе считается что его кариотические организм большинстве своем не могут его синтезировать то есть если вы хотите точно отличить это там не все бактерии кстати мурин синтезирует на тех кто синтезирует вот это для них очень право а да то есть у них были хлоропласты красных водорослей потом они их выкинули но гены синтеза пигментов вот этих красных типичных хлоропластов у них остались потом они взяли включили хлоропласт зеленые водоросли но добавить на пигмент от красных это мы будем подробно рассматривать все пять способов формирования хлоропластов динафитовых водорослей когда будем смотреть динафитовые водоросли вот но просто в общем вы должны понимать что хлоропласт штука нестабильная поэтому число мембран хлоропласти и набор фотосинтетических пигментов это важные признаки для хлоропласта да еще хочется сказать что не все научились быть удачно хлоропластами вот допустим есть такая вот такой организм под названием хризомёба амибоидный тип дифференциации эталома но она не до конца научились управлять своими хлоропластами это хризомёба имеет фотосинтетического экологию сильно то которым она плохо уметь которого они очень умеют заставить поделиться то есть когда делятся хризомёба не всегда удается поделить хлоропласт в результате получается один на хризомёба скоропластом а другая без хлоропласта и тогда им нужно найти своего эндосимбион да его заготить и сделать своим хлоропласт вот хризомёба в 19 веки она известна очень давно, она просто дикого носила мозг всем систематикам, потому что, ну как так, у вас была одна клетка водорослей, она поделилась, у вас получилась клетка фотосинтезирующая и не фотосинтезирующая, то есть одна к животным должна относиться, другая к растениям. Это полная катастрофа для систематик. Вот хризомек над ними издевался. И это еще они не знали много чего другого. Например, инфузория, самая обыкновенная инфузория туфелька. Когда вы смотрели под микроскопом, вы могли видеть, что там внутри много маленьких зеленых шариков. Эти маленькие зеленые шарики – это водоросли из отдела хлорофита, из зеленых водорослей, ну, в частности, хлорелла там может оказаться. Это реально ее эндосимбионты. Она использует эукариотические водоросли для того, чтобы получать себе питательные вещества. Водоросли она от этого, в принципе, нет, она просто использует своих эндосимбионтов, потому что это все-таки не ее хлоропласт. А она в процессе жизни поглощает? Она в процессе жизни поглощает. Но есть представители среди даже животных, высокоорганизованных животных, вот, допустим, асцидия. Ну, вообще, не такой далекий наш родственник, кажется. У нее есть водоросли рода Прохлорон, это цианобактерии, которые прекрасно фотосинтезируют, и вот такая асцидия, ей, в общем, питаться-то особо не надо, вон, ее водоросли и так неплохо кормят. Да, все супер. Более того, бывает еще хуже, дальше пойдемте. Турбилярии с зелеными водорослями. Пожалуйста, если ты маленький зеленый червячочек, можешь себе спокойненько лежать на пляжике, фотосинтезировать и ни о чем не беспокоиться. Твои эндосимбионты это сделают за тебя. Она после этого водоросли, естественно, тоже не становится. А можно и какие-то более высокоорганизованные организмы привести в качестве примера. Например, желто-пятнистая саламандра, амбиостома макулята, у которой вот в этих желтеньких пятнышках находится водоросль оофилия. И вот интересно, что эта саламандра может передавать по наследству вот этих вот своих эндосимбионтов. И прекрасно ее потомки будут фотосинтезировать. Вот такие у них оказываются икринки. Видите, они такие зелененького цвета, потому что там это водоросли сидит. Сейчас водоросли как-то внутри организма. Да, да, да. Внутри организма передаются зародыши. Конечно. Более того, мы с вами обычно говорим про грибы, что грибы могут образовывать ассоциации с водорослями, образовывать лишайники. Но мы с вами говорим про лишайники с точки зрения, что вот у нас отдельно водоросль, отдельно гриб, они вот как-то вот, ну, фактически это паразитизм получается. Но есть примеры, когда внутри грибов присутствуют цианобактерии. То есть, именно внутри клетки гриба, не гриб, а полетает клеточки цианобактерий. А именно внутри клетки гриба присутствуют цианобактерии. Вот, допустим, род глиосифон, глиосифон переформы. Это такой гриб, очень примитивный, и у него внутри клеточки цианобактерий. От этого водоросль этот гриб тоже не становится. Хотя прекрасно себе фотосинтезирует. Ну и такой уже классический пример, глажаберный моллюск элизии. Элизия хлоротика, но на самом деле там несколько других видов, которая поедает водоросль вошерию. Эта вошерия включается в ее клеточки эпидермиса, и элизия становится зелененькой. Дальше ей остается только фотосинтезировать. Тоже прекрасное фотосинтезирующее животное. Только по наследству она эти хлоропластики плохо передает. А почему ты это сипила? Что водоросль получает? А водоросль ничего не получает, ее съедают. От хлороплаза жить остается. На самом деле это такая эксплуатация. А тут ведь как? От любви до ненависти один шаг. Либо понятие вообще симбиоз, оно очень близко к понятию паразитизма. Сейчас в большинстве случаев вообще пытаются не разделять. И понять, кому там из них хорошо, а кому плохо, в общем, довольно сложно. Ну, так или иначе, жить осталось, все, симбиоз нормальный. Еще один пример. Это касается слова мутуализма, потому что старая классика посимбировалась. Да, да. Обоймка на шаг и мутуализм все-таки. Да, можно вот такой термин тоже приводить. Есть еще вот один пример. Это клептопластиды. Смотрите, есть такие криптофитовые водоросли, мы с вами их будем рассматривать. Эти криптофитовые водоросли в процессе эволюции получили хлоропласт от красных водорослей. Дальше. Эти криптофитовые водоросли поедают инфузорию, которая убивает криптофитовую водоросль, но хлоропласты включает свое тело и фотосинтезирует за счет этой криптофитовой водоросли. Дальше. На эту инфузорию охотятся динафитовые водоросли, которые являются гетеротропной. Она высасывает сдержимы этой инфузории и забирает ее хлоропласты и дальше начинает питаться за счет этих хлоропластов. Слабо? Вот это, которые съели хлоропласты. Да, которые водоросли, в свою очередь, получил хлоропласты, съел другую водоросль давным-давно, а та съела цианбактерию. Вы поняли, насколько все плохо? То есть вообще умение образовывать так или иначе ассоциации и при этом вбиваться в этих ассоциациях собственного превосходства и преимущества это вообще признак, довольно характерный для любых элкалиотических организмов, а не только для представителей нашего вида. В некоторых случаях от хлоропластов и от других пластид вообще пытаются отказаться. Допустим, мы с вами будем рассматривать так называемые псевдогрибы, оомицеты потом. И вот у этих псевдогрибов на самом деле это никакие не грибы, а бесхлорофильные водоросли, которые утратили в процессе эволюции хлоропласты, перешли к гетеротрофному питанию, но при этом в геноме у них остались гены управления хлоропластом. Ну и кроме того, наверняка вы слышали про такие организмы, как трипанасомы. У них есть очень специфическая органелла кинетопласта, я думаю, Вадим Валерьевич про нее будет подробно рассказывать. Так вот, предполагается, что это кинетопласт, это остаток не хлоропласта, а митохондрия. Митохондрия тоже это другой древний эндосимбиомик. То есть митохондрия тоже получили в результате ассоциации с каким-то прокариотическим организмом. То есть видите, здесь все очень сложно. Можно избавиться, можно получить. И таким образом, чтобы разобраться в этом многообразии хлоропластов, чтобы вот это все как-то уложить, нужно понять, какой же был набор фотосинтетических пигментов. Потому что если ты съел хлоропласт от красной группы и от зеленой группы водорослей, то у тебя разный набор фотосинтетических пигментов оказывается в этом хлоропласте. Какие же бывают фотосинтетические пигменты? Ну, во-первых, это хлорофилы. Хлорофилы это циклическое тетропирольное соединение. То есть тут присутствуют вот такие вот пирольные калитки в количестве четырех штук. Видите, они с атомом азота. И при этом у них сопряженные двойные связи. Видите, так через одно. Собственно, это свойство необходимое для того, чтобы запасать энергию для пигментов. А кроме того, у хлорофилов есть длинный вот такой липидный хвостик. Видите, это С2-С39. Который позволяет хлорофилу заякориться в мембране. То есть хлорофилы, они как бы встроены в мембрану телокоида внутри хлороплата. И находятся на этом мембране. На самом деле, в процессе работы фотосистемы 2 участвует только хлорофил А. То есть необходимым и достаточным условием для прохождения процесса фотосинкеза является только наличие хлорофилла А. Любые другие хлорофилы являются дополнительными пигментами. Паэр, если вы идете по темной улице в 3 часа ночи, к вам подходит какой-то странный человек неопрятного вида и начинает вас допрашивать. Извините, пожалуйста, а вот набор фотосинтетических пигментов и прозинатитовых водорослей, он какой? Вы ему говорите, что, ну знаете, там точно есть хлорофилл. А дальше, в принципе, можете убегать. Потому что очень странно, когда к вам в 3 часа ночи кто-то подходит с таким вопросом. Я не знаю, как у вас, у меня такое иногда случается. А вот, значит, хлорофилл А есть у всех. Любые другие хлорофиллы – это дополнительные пигменты. Хлорофилл Б, С1, С2, С3 есть у прокариот и эукариот. А вот хлорофилл Д и хлорофилл Ф, которые они так давно нашли, это все прокариотические хлорофиллы. Причем довольно редкие. А в Б, С1, С2, С3? У эукариот и прокариот. Другие пигменты, которые вы, естественно, знаете, это каротин. Да? А чем хлорофилл А и С2? Хлорофилл А просто структура вот этими радикалами, которые находятся, прикреплены к этим пирольным колечкам. Ну, то есть вот здесь структура хлорофилла А. Хлорофилл Б, там, условно говоря, С3 группы, где С2, С3 будет группа прикреплена туда. То есть вот такой принцип. Не обязательно вам знать, скажем так, не обязательно знать структурную формулу и рисовать от на экзамене. Не надо, пожалуйста. Не учите. Главное знать, что вот это есть пирольные кольца, хилатирован атомом магния в центре, и есть вот этот длинный хвостик, который позволяет ему заякориться в мембране. Вот это основные вещи, которые вам нужно знать про эту молебру. Да? Ну и сопряженные двойные связи. Понятно. Потому что мы не химики, все-таки. Мы биологи, у нас чуть-чуть более условно. Другой пример. Это каротиноиды. Каротиноиды делятся на каротины и ксантофилы. Каротины – это углеводороды с сопряженными двойными связями. Видите, в этой каротине есть только углерод и водород. Никакого кислорода в нем нет. Но если мы добавим кислорода, то у нас получается ксантофилы. Протяженность вот этой цепочки где-то примерно С19. Может быть чуть больше. Соответственно, если у нас нет кислорода, это каротины. Если есть кислород, то это получается ксантофилы. Ну и сами понимаете, что такая структура, она тоже может быть интегрирована в мембрану. Значит, вот такие пигменты, они есть у всех. Хлорофилы, каротиноиды и ксантофилы, они есть и у цианобактерий, и у практически любых эукариотических организмов. Фотосинтезирующих. Кстати, у некоторых не фотосинтезирующих. А вот есть пигменты, которые называются фикобелины. Вот фикобелины есть только у цианобактерий, у красных водорослей, и тех, кто приобрел... У красных глаукофитовых водорослей, прошу прощения. У красных глаукофитовых водорослей, и тех, кто приобрел флоропласты от красной линии. И то далеко не у всех. Многие утратят. Что такое фикобелины? Это линейные тетропирольные соединения. То есть, видите, 4 пирольных кольца, собранных в линию. Эти фикобелины таким образом не могут интегрироваться в мембрану. То есть, они просто не могут туда зацепиться. Таким образом, фикобелинам приходится связываться с белками и образовывать пигмент-белковый комплекс, так называемые фикобилипротеины. И вот эти пигмент-белковые комплексы на поверхности телокоида собраны в так называемые фикобелисомы. Это такая светособирающая антенна, которая позволяет собирать свет разной длины волны. И вот эти фикобелины бывают трех вариантов. Это фикоретрин, фикоцианин и аллофикоцианин. Еще раз. Фикобелины бывают трех типов. Фикоретрин, фикоцианин и аллофикоцианин. Фикоретрин, связанный с белками, образуют фикобелепротеины, которые в свою очередь образуют фикобелисомы на поверхности мембраны телокоида. Они могут быть представлены фикоретрином, фикоцианином и аллофикоцианином. Ну, желательно. Нет, ну, хотя бы вы должны понимать, что такое фикобелин. Да? Циклические тентропирольные соединения. Какие они бывают? Назовите фикобелины. Фикоретрин, фикоцианин, аллофикоцианин. Как они организованы? Они, связанные с белками, образуют пигмент белковых комплексов, которые называются фикобелепротеины, которые в свою очередь собраны фикобелисомы на поверхности мембраны телокоида. Да? Будем. Отлично. И в красных, и в галлоукофитовых. Еще раз будем повторять, повторять, еще раз повторять. Повторение мать о чем? Простите, а пеницетлические или линейные? Они линейные. То есть, вот смотрите, это хлорофилл, а вот это вот фикоретрин. Видите, линейная тентропирольная степень. Так, понятно? Так, надеюсь, я вас не сильно пугал пока. Или все уже? Сказали все, рассматривали. Да? Хорошо. Не страшно. Возникает вопрос. Слушайте, а что нам это вообще рассказывает? Ведь есть же хлорофилл А, вот он занимается фотосинтезом. Ну и пускай все занимаются фотосинтезом. Зачем нужны вот эти все дополнительные пигменты? На самом деле, весь вопрос не в том, чтобы заниматься фотосинтезом, а в том, чтобы эффективно заниматься фотосинтезом. Я думаю, вы прекрасно знаете, что энергия обратно пропорциональна это длине волны света. То есть свет с маленькой длиной волны, допустим, там 300 нанометров, он гораздо более энергетически эффективен, чем свет с большой длиной волны, там 700, допустим, 730 нанометров. Маленькая длина волны, это какой свет, какой он цвет? Фиолетовый, ультрафиолетовый свет, отлично. А с большой длиной волны? Красный, отлично, да, он наименьше энергии обладает. Так вот, если мы посмотрим на спектр поглощения хлорофилла А, то мы можем видеть, что у хлорофилла А есть два пика. Один в районе 430 нанометров, и другой в районе 650-660 нанометров. Может быть, 670. Вот где-то здесь. И, собственно, все. Вот только та площадь под графиком, которая есть, она, только вот эта часть света солнечного может быть использована в процессе фотосинтеза, если у нас только хлорофилл А. То есть, значит, большая часть света, она просто не используется. Но это как-то обидно. Хочется добавить что-то еще. У высших растений есть еще хлорофилл Б. Если мы добавим хлорофилл Б, то вы сами видите, вот они вот чуть-чуть побольше его становятся. Есть еще хлорофилл С у других. Можно хлорофилл С1, С2 добавить, или тогда уже площадь под графиком чуть-чуть больше. Но все равно в середине провал. Как от этого избавиться? Можно добавить каротиноидов. Если мы добавим каротиноидов, допустим, бета-каротина, зэксантина какого-нибудь, фуко-ксантина, то видите, площадь под графиком они чуть-чуть расширяют. То есть, у них максимум поглощения чуть-чуть сдвинуты вот туда, ну, скажем так, в зеленую часть спектра, поэтому они красного цвета все. Но этого все равно недостаточно. Потому что в середине у нас все равно получается большой-пребольшой провал. Но, если добавить фикоэрикрин, фикоцианин и алофикоцианин, то тогда получается, что практически весь спектр солнечного света у нас уходит и может эффективнее использоваться. Ну, там за исключением большого провала где-то там в районе 500 нанометров. Именно поэтому те водоросли, у которых присутствуют все вот эти пигменты, они могут эффективно использовать солнечный свет. А когда солнечного света недостаточно? В воде. Потому что вода штука такая очень условно прозрачная. Там метр, два, десять метров, двадцать метров, а двадцать метров уже почти полная темнота. И вот те водоросли, у которых есть фикоберины, во-первых, у них вообще талом иногда черного цвета бывает практически. Красные водоросли на самом деле часто черного цвета бывают. Совершенно нормально. Кроме того, они эффективно могут использовать солнечный свет. Именно поэтому так важно иметь этот набор пигментов. Понятно? Вопросы есть? Надеюсь, я вас не сильно испугал на первую коллекцию. Нет? Хорошо. Время у нас еще есть. Поговорим еще про другие характеристики. Следующая характеристика – это запасные продукты. Мы с вами привыкли говорить про высшие растения, говорить про их запасные вещества. Какие там запасные вещества? Крахмал. Совершенно верно. Вот у водорослей далеко не всегда и не только крахмал. Они часто очень запасливые ребята и могут много чего себе отложить. Но крахмал, да, крахмал тоже часто очень встречается. В каждом конкретном случае будем говорить про отдельные спасные вещества. Клеточные покровы – это тоже важный признак. У высших растений клеточные стенки из чего? Солюлоза. Прекрасно. Отличный большой полисахарид, бета-1,4 глюкан, все здорово. Но на самом деле у водорослей клеточные покровы бывают очень разнообразные и очень сложно устроены. В каждом конкретном случае мы будем разговаривать про клеточные покровы водорослей и будем держать в уме, что именно клеточные стенки часто используются в биотехнологии для очень-очень-очень-очень многих задач, которые можно решать при помощи водорослей. Поэтому клеточные покровы – вещь такая тоже чрезвычайно важная. Дальше идет жгутик. Жгутиковая стадия. Я думал, вы прекрасно знаете, что у всех эукариотических организмов жгутик устроен совершенно одинаково, по одинаковому принципу строения. То есть, опять-таки, у вас курс цитологии есть сейчас? Да. Да? Ну, там вам подробно расскажут про жгутики, как они устроены и так далее. Опять-таки, не пересказывайте то, что я сейчас скажу, потому что меня чуть кинут коллеги-цитологи. И правильно сделать, потому что я все рассказываю чрезвычайно упрощенно в данном случае. Но жгутик покрыт цитоплазматической мембраной и содержит дуплеты микротрубочек. Девять дуплетов по периферии и две микротрубочки в центре. Эти микротрубочки связаны динеиновыми мостиками. Вот в результате получается вот такая вот структура. И эта структура неупрощаемая. В качестве примера я бы мог привести автомобиль. Вы можете пойти в автосалон и купить себе машину. Ну, сейчас другую, наверное, не купишь. Вы не сможете купить машину проще. Смотрите, что у нее есть. У нее есть колеса. Вы не сможете купить машину без колес. Вы не сможете даже сейчас купить машину без фар, без бампера, без двигателя, без коробки передач, без руля. То есть, как бы, есть неупрощаемая структура машинки. А дальше вы можете пойти в соседний гараж и сделать ей тюнинг. Смотрите, вы сделаете вот так вот. Смотрите, у нее там резиночки наклеены, чтобы граунд эффект был, может быть, чтобы ее лучше прижимало к земле. Как я и так, в общем-то, антикрыло сзади, видите, там, солнечные панельки, даже вантус спереди, чтобы, видимо, мягче в стену врезаться было. В общем, в принципе, можно сделать какой-то дополнительный тюнинг. Но при этом неупрощаемая структура автомобиля, она останется без двигателя, все равно он не поедет. Если вы, сделав такой тюнинг, вытащите из него коробку передач, то все равно эта машина никуда не уедет. То же самое и со жгутиком. Если вы на вот этот вот жгутик, вот на эту неупрощаемую форму, вы на нее навешаете всяких утолщений, всякие там какие-нибудь реснички, всякие какие-нибудь другие структуры, то жгутик может начнет работать как бы лучше, хуже, ну как-то он будет работать. Но если вы изимите вот эту вот базовую комплектацию этого жгутика, да, вот эти вот микротрубочки, 9 дуплетов и 2 в центре, динеймовые мостики с плазматическую мембрану, то вот без этого он работать не будет. Это понятно. И вот жгутик – это такая структура, которую очень легко потерять, но потом приобрести заново ее невозможно в эволюционном плане. Поэтому некоторые группы организмов вообще утратили жгутики, а некоторые сделали с ними какой-то вот такой специфический тюнинг, который очень характерен именно для этой группы организмов. А почему заново приобрести невозможно? А как? Откуда? Вообще, на самом деле, это большая загадка, откуда, в принципе, взяли жгутики у кариотических организмов. Нет никаких, ну, может, у коллег-вистолгов помучать их, я думаю, они тоже ничего не скажут конкретного, откуда взяли жгутики. Вот они просто есть у всех, и у кариот одинаковые. Те эволюционные линии организмов, которые утратили жгутики, они их заново не приобретают. И вообще жгутик надо оберегать. На всякий случай, у вас сколько жгутиков было в своей жизни? Один. Да, у нас с вами всегда, у каждого из нас на определенной стадии жизненного цикла был один задний гладкий жгутик. Мы просто были тогда маленькие, нервной системы у нас тогда не было, и мы не очень-то это помним. Вот, ну, как бы, да. Но, как бы, мы тоже от жгутиков не избавились. Извините, а вы умеете терять жгутик, то есть потерять... В эволюционном плане гены, которые могут синтезировать жгутик. Могут синтезировать жгутик. А вы, может, все безограденцы в вас у вас у нас может быть? Я, насколько понимаю, никакая эволюционная линия, которая потеряла жгутик, их заново не образовала. Вот, насколько я так понимаю. Может быть, это как... Да, ну, зачем им обраковать, получать жгутик? Если ты паразит упростился, ну и хорошо. Главное, чтобы хозяин не вымер. Вот. Так что вот такая вещь. И поэтому строение жгутика для нас будет очень важным признаком. Ну и теперь давайте перейдем к размножению. Водорожли это организмы, которые любят размножаться. Размножение бывает вегетативное, бесполое и половое. Кстати, тут мы немножко расходимся с зоологами. Вадим Валерьевич отдельно вам даст характеристики бесполого и вегетативного размножения. Не пугайтесь, что мы чуть-чуть с ним разойдемся. Итак, вегетативное, бесполое и половое размножение. А нам, как организмам, которые размножаются исключительно половым путем, в большинстве случаев, нужно знать, нам проще дать определение полового размножения. Что такое половой процесс? Что там должно происходить? Не обмен, а все-таки должны клеточки, вегаметы, они сливаются вместе и полоидность увеличивается. Потому что обмен генетической информацией у цианобактерий есть, допустим. Обмен, ну и вообще просто бактерий есть. Обмен генетической информацией, но это не половые процессы. Понятно, там трансформация, трансдукция, конюгация. Это не половые процессы. Конюгация, в смысле бактериальная конюгация, не половые процессы конюгации. То есть при половом процессе у вас есть гаметы, эти гаметы сливаются вместе, образуется зигота, и ядра там, ну либо они становятся, два ядра, допустим, гаметы гаплоидные, становятся они диплоидные с двойным набором хромосом, либо, допустим, может быть декариотическая клеточка, в которой просто два независимых ядра. Ну вот прошел половой процесс, сплоидность увеличилась. Вот это вот признак половой процесса. А теперь бесполое и вегетативное. Кто может охарактеризовать? Это сложно. Отлично, да. При вегетативном размножении, представьте себе, у вас оболочка материнской клетки. Клеточка начинает делиться, условно говоря, половинка оболочек материнской клетки одной клеточке, половинка другой, и вторая половинка достраивается заново. Вот это будет вегетативным. При бесполом размножении у вас есть материнская клетка, и внутри нее образуются маленькие дочерние клеточки. Но оболочка материнской сохраняется. Понятно, да? Ну и таким образом у нас получаются дочерние клеточки, образованные в результате бесполого размножения. Сейчас даже картинку покажу. Вот смотрите, видите, вот хлорелла, она размножается автоспорами. Вот смотрите, видите, вот материнская клетка, стоплазма внутри поделилась, поделилась, и сформировались маленькие дополнительные хлореллы, которые вышли наружу. Но оболочка материнской, она при этом не участвует. Нет. Давайте какие типы бывают размножения? Примитивно к вегетативному размножению. Это либо фрагментация вегетативного тела, то есть если это многоклеточный организм, он может просто фрагментироваться и дорастать до нового организма. Как с Адамом, да, и с Евой. Все нормально. А кроме того, это может быть деление клетки. Когда мы говорим про вегетативное размножение, мы говорим деление клетки пополам, либо фрагментация колоний. Бесполое размножение может осуществляться зооспорами, апланоспорами или автоспорами. Все очень просто. Страшные термины, но все просто. Зооспоры. Это клетки со жгутиками. То есть когда в результате бесполового размножения, образуется у вас зооспорангий, из которого выходят зооспоры. Клеточки со жгутиками. Апланоспоры. То же самое, но клетки без жгутиков. Все очень просто. Апланоспоры клетки будут без жгутиков. Апланоспоры. Это тот случай, когда споры, образующиеся в результате бесполового размножения, полностью повторяют морфологию материнского организма. Посмотрите, у нас была хлорела, внутри нее фрагментировалась цитоплазма, и сформировались маленькие хлореллы, которые вышли наружу. Они совершенно идентичны материнскому организму. Вот это будет размножение при помощи автоспор. Ну и есть еще размножение при помощи канидий, это у грибов. Мы когда с вами будем разбирать отдельные грибы, мы с вами разберем термин канидия. Это когда у вас от канидиогенной клетки отпочковываются цепочки из спор. Но это уже отдельный случай, отдельный грибов. Зооспоры это когда клетки со жгутиками образуются. Поехали дальше. Ну опять-таки, помните то, о чем мы говорили. Все очень условно. Если она условно похожа на материнский организм, и не претерпевает там никаких видов изменений, то мы считаем, что это автоспор. Если она претерпевает какие-то изменения, то есть условно говоря, материнский организм кругленький, а спора вытянутая, то значит это была плана спора. Ну что сейчас... А? Нет, 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 нет. Это три независимых термина. Зооспора, оплана спора, автоспор. Ну просто, вот, в зависимости от того, куда мы шарик положим со своим ответом, да, это будет, ну как бы, насколько морфология там изменяется. Если она не изменяется, пускай будет автоспор. Если она без жгутиков, но чуть-чуть другой морфологии, но это будет автоспор. Аплана спор. Так, понятно, да? Так, вопросы? Да? А автоспор у нас получается только без жгутиков? Нет, я думаю, можно привести примеры, когда я с вами со жгутиками. Да. Вот когда у нас, если морфологически выходит такая же со жгутиками, как взрослая, тогда это будет тоже автоспор, но это более редкий случай. Так, ну и теперь типа полового процесса. Половой процесс бывает и за гаме, когда у нас гаметы одинаковые по морфологии, они могут различаться по поведению, а по морфологии они одинаковые. Я прошу прощения за примененный гендерный стереотипов в данном случае, но как бы вот так понятно. Значит, из-за гамея гаметы одинаковые по морфологии, по размеру. Гетерогамея гаметы разные по размеру. Тогда условно женская будет большая, условно мужская будет маленькая. Гетерогамея гаметы разные по размеру. Огамия это женская гамета неподвижная, называется она яйцеклетка и формируется в оугоне. Женская гамета неподвижная, называется яйцеклетка и формируется в оугоне. А мужские гаметы, они оказываются подвижными. И формируются они в антеридиях и называются сперматозоидами. Мужские гаметы подвижные, называются сперматозоидами и формируются в антеридиях. Только не путайте термин оугоний и архегоний. Архегоний это к высшим растениям. Оугоний это то, где формируется яйцеклетка. А то сперматозоидов в антеридиях. Следующее. Хологамет. Это когда в качестве гамет выступают вегетативные клетки. То есть представьте себе ситуацию, что вы вот такая вот гаплоидная монадная клетка. Плывете себе, плывете, плывете, плывете. Мимо проплывает какая-то такая тоже гаплоидная монадная клетка твоего вида. Ну, почему бы не сформировать зиготу? Зачем тратить время на процесс формирования гамет, когда ты и так уже гаплоидный? Да? Можно взять и сливаться вместе. Все, собственно, вот это и есть хологамет. Когда в качестве гамет выступают вегетативные клетки. Логика понятна? Вообще, чтобы понять себе водоросли, надо думать как водоросли. Надо встать на ее место, и тогда все станет проще. Ну и конъюгация. Конъюгация, я думаю, в школе все проходили, например, с пирогирой, все смотрели препаратики. Это когда содержимое одной клетки перетекает в другую по конъюгационному мостику. Если хотите, презентацию потом могу тоже скинуть, чтобы вам проще было с... А то, наверное, много новых слов. Чуть-чуть. Так, поехали дальше. Теперь нам надо знать жизненные циклы водоросли. Жизненные циклы водоросли, они очень разнообразны. И не всегда, на самом деле, то, что водоросли вытворяют, можно подогнать под строгое определение. Но мы все-таки попробуем. Давайте начнем с того, что нам понятно. Представим, что мы с вами в водоросли и хотим описать наш жизненный цикл с позицией альгологии. Наше вегетативное тело какую плойность имеет? Диплоидное. Мы с вами диплоидное. Вот мы живем все-таки диплоидной. Потом происходит миниатическое деление или редукционное деление. И формируются гометы. Эти гометы сливаются. В результате полового процесса образуется зигота. Эта зигота в нашем случае без периода покоя, а у некоторых водорослей после периода покоя, прорастает в новое вегетативное тело. Логично? Логично, да? Вот такой жизненный цикл будет называться диплобионтный жизненный цикл с гометической редукцией. Диплобионтный жизненный цикл с гометической редукцией. Еще раз. Вегетативное тело. На вегетативном теле формируется в результате редукционного деления гометы. Гометы сливаются вместе, образуется зигота. Значит, гометы гоплоидные, зиготы диплоидные. Зигота либо после периода покоя, либо сразу прорастает в новое вегетативное тело. То есть, место редукционного деления связано с формированием гомет. Поэтому редукция гометическая. А жизненный цикл диплобионтный. Потому что большую часть жизни он проходит в диплоидном состоянии. То есть, потом эти зиготы на что-то уходили, а там остались на месте. Зиготы, зиготы, вырастает в новое вегетативное тело. Она вырастает и уходит в старую вегетативную. Нет, ну смотрите, у вас есть зигота. Вот у вас две гометы слились, сформировалась зигота. Да, ну применительный к нам 2 родышка. Вот. Эмбриончик. Эмбриончик сразу начинает развиваться, 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 потом развивается новый организм. В стадии уродов мы, допустим, потому что далеко не все водоросли же породящие. Предположим, что... Так. Понятно? То есть, зигота может развиваться в новом организме. Просто часто водорослям надо приходить в покоящейся стадии. Допустим, если ты пресноводные водоросли, сейчас зима наступит. И, в общем, очень плохо жить в активной фазе зимой. Да, можно погибнуть. Вот. Поэтому лучше перейти к половому процессу, сформировать зиготу, спрятаться под оболочкой и подождать весны. Весной зигота прорастет в новом вегетативном теле. Понятно? Ребята, всем поднимка, да? А поехали дальше. Следующий вариант жизненного цикла. Это гаплобиотный жизненный цикл с зиготической редукцией. Все то же самое, только наоборот. Большую часть жизненного цикла они проводят в гаплоидной стадии. Потом эта гаплоидная стадия превращается в гамета. Ну, может не превратиться из этого гамета. Ну, условно говоря, превращается в гамета. А эти гаметы сливаются вместе, образуются зиготы. А вот зигота уже претерпевает при прорастании редукционное деление, миоз. И из зиготы вырастает гаплоидное вегетативное тело. Тогда такой жизненный цикл будет называться гаплобиотный жизненный цикл с зиготической редукцией. Гаплобиотный жизненный цикл с зиготической редукцией. Редукционное деление. То есть вот здесь миоз происходит. Ну, в процессе прорастания сразу первое деление ядра медиатическое. Вот. Образуется 4 гаплоидных ядра. Ну, и дальше они развиваются уже в новый организм. Понятно? Так, всем понятно? Нет, нет. После миоза это уже обычно... Ну, там как часто происходит миоз? С гутиконосной клеточки зооспора, допустим, они оседают и прорастают в новом организме. Ну, может быть так. Может быть, просто 4 клеточки, они разделились, а сели в прорастливный организм. Может быть, 4 гаплоидных ядра, в этом миоз образуются, 3 ядра убиваются, образуется, один организм вырастает. Вот. То есть там все по-разному бывает. Но главное, чтобы происходит миоз, и организм становится гаплоидным. Это понятно? Да? Так, всем все понятно? Я в другую стрель. А, ну, вот часовой стрель, да, обычный. Можем уточнить? То есть эти видные циклы просто отличаются плодностью или вегетативной? Просто разные плодности. Бывает еще круче. А бывает случай, когда у нас есть гаплоидная стадия, то есть водоросль на гаплоидной стадии одна, а есть диплоидная стадия другая. И вот из этих стадий происходит развитие. Вот, посмотрите. С гаплоидной стадии, на гаплоидной стадии формируются гаметы. Гаметы тоже будут гаплоидной. Эти гаметы сливаются вместе, образуется зигота. Зигота оказывается диплоидной. Эта зигота прорастает в диплоидную стадию. Эта диплоидная стадия некоторое время живет. Потом эта диплоидная стадия претерпевает редукционное деление. И образуются споры бесполого размножения. И эти споры оседают на дно и опять прорастают в гаплоидную стадию. То есть в жизненном цикле есть стадия гаплоидная долгоживущего вегетативного тела. И есть стадия диплоидная долгоживущего вегетативного тела. Понятно, да? Такой жизненный цикл будет называться гаплодиплобионтный жизненный цикл со спорической редукцией. А что еще раз случается с диплоидной телом? МИОС. МИОТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ. Или, как мы его называем, редукционное деление. То есть, как МИОС происходит, я думаю, цитологи вам подробно расскажут, почему там 4 гаплоидных ядра получается, а не 2. Потому что там МИОС, потом МИОС, сразу они вместе идут. Так, с этим понятно, да? Ребята, точно понятно? Да? Да. Теперь введем термин. Смотрите. Вот эта гаплоидная стадия, на ней формируется гамет. Поэтому ее называют гаметафит. На диплоидной стадии формируются споры без полного размножения. Поэтому она называется спора-фит. Понятно, да, откуда здесь название идут? Соответственно, гаплоидное поколение будет называться гаметофит, диплоидное – спорафит. Тоже очень все логично. И вот эти вот гаметофиты и спорафиты, на самом деле, они могут быть морфологически одинаковые. Ну, допустим, вот смотрите, у нас у кладофора, она маленький грустно-зеленый кустик и на гаплоидной стадии, и на диплоидной стадии. Вы на нее, и пока набор хромосомы не посмотрите, вообще не узнаете, она гаплоидная или диплоидная, кто перед вами спорафит или гаметофит. Все равно маленький зеленый кустик. Но в некоторых случаях, как, допустим, у ламинарии с сахариной, спорафиты и гаметофиты разные по морфологии. То есть вот у ламинарии у нее спорафит там несколько метров, может быть, там 10 метров, а гаметофит у нее маленький, там буквально несколько клеточек, это ниточка микроскопическая. Так вот, если у нас спорафит и гаметофит одинаковые, то говорят об изоморфной смене генерации. Если спорафит и гаметофит одинаковые, то говорят об изоморфной смене генерации. Или поколения. Если спорафиты и гаметофит разные, то тогда говорят о гетероморфной смене поколений. Если спорафит и гаметофит разные по морфологии, то говорят о гетероморфной смене поколений. Ну и жизненный цикл будет звучать как гаплодиплобионтный жизненный цикл со спорической редукцией и детерамортной сменой генерации, или гаплодиплобионтный жизненный цикл со спорической редукцией и изомортной сменой генерации. Можете тренироваться, как скороговорки, в общем, довольно-таки неплохо помогает для установки дикции, знаете, всегда полезно. И изомортная смена генерации. На самом деле есть еще более сложный момент, когда происходит миоз без формирования спор без полного размножения. Вот как раз отличный пример вы привели бакрафта сперва. Представьте себе, у вас, у меня доски нет, придется руками объяснить, растет диплоидное растение. Вот оно растет, 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 растет с апикальным ростом. То есть только верхушечная клетка у него делится. Вот она делится, 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 делится. В какой-то момент с ней происходит миотическое деление, и она становится гаплоидной. И таким образом у вас на диплоидном растении вырастает гаплоидное растение. То есть миоз происходит не в преобразовании спор без полного размножения, а прямо в вегетативном теле. Тогда это будет называться соматической редукцией. Понятно? Таким образом жизненный цикл будет звучать как гаплодиплобионтный жизненный цикл с соматической редукцией. Это понятно? Так, что-то вы немножко походу стали. Но время у нас 10.27, поэтому я чуть-чуть еще скажу, что, собственно, десятый пункт нашей характеристики, это будет пункт разный. В этом пункте разное мы будем с вами чуть-чуть говорить об практическом значении водорослей, об их экологии, ну и какие-нибудь там, типа, примечания, примечания к отделам. Вот по таким пунктам мы с вами будем рассматривать водоросли, а сегодня мы с вами на практикумах будем рассматривать первый отдел, самый древний отдел, отдел санобактерий. Ну и на практикуме мы немножко времени отберем на характеристику этого отдела по 10 пунктам, и дальше будем смотреть наши объекты. Все, до встречи! Спасибо! Спасибо!